Ну вот, подрались Шевченко со Сванидзе, и все буквально восклицают, ай-яй-яй, как такое могло быть, такие интеллигентные люди, члены Совета по правам человека, хотя, в общем, все видели, что произошло, но никто этого не заметил. Это, конечно, поразительно. Вот если бы ребята перед эфиром откровенно кололи бы в вены какие-нибудь производные лизергиновые кислоты или таблетировались бы, всем было бы все понятно, да, что люди под воздействием сильного наркотика. Они и в эфире тоже были под воздействием сильного наркотика, потому что, к сожалению, в России история – это сильнейший наркотик. Вот эта вот настойка на древних тупых сказках, гнилых и бессмысленных, закачанная в человека, совершает с ним совершенно удивительные метаморфозы. Человек преображается, освобождается масса агрессии, возникают истерики, непримиримость, свирепость, готовность истребить оппонента. Как можно всего этого не замечать? Надо понимать, что вся та злоба, которая есть в истории, весь тот гной, весь тот страх, вы знаете, он не сгнивает вместе с его носителями. Он накапливается в поколениях, как накапливается какой-нибудь тетраэтилсвинец, да, и уже не поддается выведению из организма. Так что ребята действовали просто, грубо говоря, под воздействием наркотика под названием «История». Надо просто называть вещи своими именами и не стесняться этого. И дальше будет только хуже. Это будет повторяться, привыкайте. Продолжение следует...